Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня хочу дать еще одну практику. Практику, которая очень большому количеству людей сможет помочь сохранить здоровье, а во многих моментах даже улучшить его за счет того, что все-таки какие-то старые блуждающие чувства, эмоции, энергию поможет вывести из тела. Эта практика называется легализация чувств. Вот представьте ситуацию. В повседневную. Приходит муж с работы, вы уставшие, он вас раздражает, он там что-то вам говорит, вы начинаете злиться, но вы же не имеете повода для этого. Ну, можно сцепиться в злости, погавкаться, а можно зажать в себе, подавить. Я же такая хорошая девочка. Я не могу плохо говорить другому человеку, особенно незнакомому, когда мы в какой-то ситуации оказываемся. И мы в себя, ну ладно, так-так-так, пройдет. Либо же то же самое с чувством вины. Я там чувствую себя виноватой, но мне дискомфортно чувствовать себя виноватой. И я это просто подавлю, одену маску, что мне все равно, и потом перейду в «я обиделась», типа весь мир передо мной виноват, и потом еще сманипулирую кем-то. И вот эти вот модели поведения на самом деле это разрушающие модели поведения, разрушающие не внешний мир, а ваш внутренний, ваше здоровье, ваше тело в первую очередь, потому что все наши эмоции имеют энергетический отклик, энергетически именно блуждают по телу энергии, ходят энергии. И она идет на определенной частоте, на определенной вибрации такой, она такая, и пошла. Вина такая же, обида пошла. А вам надо, чтобы это не ходило. Вам надо, чтобы в теле был порядок, чтобы в теле желательно были высокие частоты, потому что эти частоты, на которых вибрирует вина, обида, гнев, злость, агрессия, манипуляции, это все низкие частоты. Низкие. Зависть, жадность, все низкие частоты. Гордыня, это все туда же. Возьмите, откройте шкалу Хокинса, почитайте, и просто нижнюю часть в себе научитесь отслеживать. И что делаем с этим дальше? Вот отследили вы в себе. Что дальше? Оставлять это так и подавлять это в себе, это равносильно, что копать себе могилу. Помните об этом. Как только вы что-то в себе зажали, вы сформировали новый блок и новую карму, потому что вот эта штука уже зажата в вашем теле. И хорошо, если она отожмется во время инкарнационного цикла. Если не отожмется, значит, в следующей жизни вы будете играть в этот же сценарий, в эту же вину, в эту обиду. Да вам это надо. Если мы подходим осознанно к своей жизни и понимаем, что вот сейчас я подавляю какое-то чувство. Нам не надо его подавлять. Например, я чувствую злость. Вот пришел этот муж домой, или ребенок прибежал, который раздражает меня. Я просто смотрю на него и обращаюсь к нему и в любви, и в благодарности. Я же понимаю, вот эта ситуация мне сформирована для чего-то. Сейчас идет какой-то мой сценарий у меня изнутри в развитии. Я с любовью и благодарностью к человеку говорю. Я чувствую злость. Я чувствую злость вот сейчас. И дальше. Зачем мне эта злость? Хочу ли я ее чувствовать? Да? Но мне эта злость не нужна. Я ее не хочу чувствовать. Давай поговорим о том, какая программа сейчас вызывает в тебе провокацию моей злости, а во мне такой отклик. Давай мы поговорим об этом. Зачем мы сформировали вот в эту игру? Ты меня раздражаешь, а я на тебя злюсь. И как только вы переходите к обсуждению чувств, то достаточно просто произнести, заявить об этом вслух. Вы увидите, как ситуация меняется. В лучшем случае вас сочтут сумасшедшим. И сумасшедшие. Но вот это будет только весело. У вас внутри наступает радость. То есть этот ресурс негативный уходит, а его место занимает радость. Прикольно же. Я приведу пример из своей жизни, когда я четко тренировала легализацию чувств, потому что если в теле есть блуждающая злость, которая, например, влияет на сосуды, когда мы имеем проблемы с давлением, сердечно-сосудистой системой, это блуждающая злость. И вывести ее не так-то просто из организма. И вот когда наступают такие моменты, когда чувствуешь, что злость внутри уже есть, вот давить ее не надо. Вот ее надо четко проговаривать. Это вот конкретно отрабатывается. Так сердечно-сосудистая система железно. Вот это могу четко из опыта сказать. Так вот, пришла я в налоговую инспекцию. И там инспектор такая интересная женщина. Она одна сидела. Мне надо было справку заказать. И она... У нее очереди не было никого. Мало того, что этот электронный талончик... Назвали очередь. Потом она вышла, подождите. Потом стояла возле меня, скрутив ноги. И я смотрю, все это минут 15 длилось. Реально, я одна под дверью и 15 минут. И тут она стоит рядом, скрутив ноги. И я у нее спрашиваю, говорю, что-то случилось? Мы чего-то ждем? И вдруг на меня выливается такая агрессия идет, что... А что, я даже не могу в туалет сходить? Я должна ради вас жить? И тьфу, такая тирада. И я так слушала, слушала. И понимаю, что у меня внутри поднимается злость. И я могу ее сейчас задавить. Но я-то работаю сейчас со злостью. Я поворачиваюсь и говорю, вы знаете, вот я сейчас реально злюсь на вас. Вы не представляете, какую агрессию вы во мне сейчас вызываете. Давайте поговорим, зачем вам это надо и зачем это надо мне. Вы не представляете, этот мыльный пузырь лопнул. В течение минуты мои вопросы были решены. И мы простились, как добрые друзья. Понимаете, вот так мы надуваем эти мыльные пузыри. Из-за того, что у кого-то внутри кипит, да, вот муж там плохое сказал, в транспорте кто-то задел, взорвался, на ногу наступил, контролер прижал, еще что-то. И человек вот эту вот злость себе носит, как кипящий чайник, и потом выливает на другого. Выливает и не трансформирует. И следующий закипает и снова бурлит, чтобы еще на кого-то перелить. И вот это происходит в нашем абсолютно неосознанном социуме. Я предлагаю взять легализацию чувств, и когда вы начинаете об этом говорить и задавать вопрос, зачем, вы чувствуете, как состояние меняется. Оно изменяется на радость, идет трансформация. Потому что вы не пытаетесь другого человека унизить, оскорбить, обидеть, причинить ему боль, еще что-то. Вы в любви и радости стараетесь разобраться в ситуации, искренне стараетесь осознать. Вы выходите в режим сознания. А режим сознания — это любовь и благодарность. Понимаете? И мир тут же переходит вибрировать на эту частоту, потому что вы осознанно на нее перешли. И это всего лишь техника легализации чувств. Но представляете, когда вы осознанно занимаетесь своими чувствами, душа понимает, что вы осознанно идете к ней. Идете к ней навстречу для того, чтобы ее слышать. А наша задача — с ней встретиться и объединиться. Представляете? С вами была я. С вами была я.